С помощью этого девайса можно завести автомобиль, если сел аккумулятор, накачать шины автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Также можно мячик накачать. Использовать этот прибор можно как пауэрбанк для зарядки смартфона или для подсветки. Здесь имеется фонарик. Давайте посмотрим на него поближе. Начнем с распаковки. Итак, вот такой коробке поставляется этот старт-джампер. Обычная коробка двухцветного исполнения. Кстати, друзья, обратил внимание, когда искал данный прибор на Алиэкспрессе, что выпускает подобный старт-джампер два производителя. Выпускается отличие у них какое. Мой может работать в любом режиме. То есть подключаются крокодилы, вот эти вот зажимы и цепляется на аккумулятор. Можно сразу пробовать заводить автомобиль. Есть еще вариант, в котором нужно отдельно устанавливать этот режим. Старт-джампера. И уже после этого заводить автомобиль. Единственное, чем отличается, почему я об этом говорю сейчас. На моем изображении аккумулятор расположен вот здесь. У второго расположено вот здесь. Ну, то есть режиме переключается как? Для автомобиля, для мопеда или мотоцикла, велосипеда и для накачивания мячиков, к примеру. Ну и следующий будет уже режим старт-джампера. То есть нужно будет выставлять. Коробка во втором варианте более красочная, так сказать, более подарочная. Но я выбрал этот. И сейчас давайте посмотрим, что находится внутри. Кейс такой серьезный, солидный. Красиво сделанный, качественно сделанный. Можно повесить на руку. Ну и носить. Носить ровно от дома до автомобиля, потому что он предназначен, этот аппарат. Так как я вот собираюсь это сделать, положить сзади в багажник и при случае им пользоваться. Давайте открываем кейс, смотрим, что внутри. Итак, давайте сначала с кармашка начнем, потом дальше перейдем уже к самому прибору. Для накачки колес, понятно, трубка. Вот таким вот зажимом. Стандартный зажим. Дальше. Кабель для зарядки смартфонов или любых других девайсов. Значит, тут USB. Здесь Type-C. Здесь 4 наконечника для накачки разнообразных шин. А в первом варианте, о котором я говорил, там будет 3 варианта исполнения. Вот 3 наконечника. То есть, этот получается набор получше. В этом плане. Инструкции. Здесь на китайском. Здесь на английском. Смотрим дальше. Два крокодила сделаны очень качественно. Покажу чуть поближе потом. Ну и сам аппарат, который подключается непосредственно к старт-джамперу. С описанием того, каким образом это следует производить. Тоже качественно сделан. Позже его рассмотрим детальнее. Сам прибор старт-джампер. Вот такой вот. Ну, вообще, красавец. Классно смотрится. Хорошо сделан. Вот здесь вот даже, ну, видно, что качественно сделан. Собран. Резинка, чтобы не скользил, если поставите его на что-то. С обратной стороны здесь идут отверстия для того, чтобы набирался воздух для насоса. Сюда подключается сам. Вот эта сама трубка насоса. Ну и, соответственно, включается насос. Кстати, обратите внимание на вот эту вот резинку. Мелочи приятны. Когда закручиваешь, очень удобно это все делать. Ну и, соответственно, если руки грязные, при закручивании не будет скользить вот здесь вот. Потому что, когда качаешь скаты, обычно как, снимаешь ниппель, там все в грязи. Берешь в руки это все. Ну и, соответственно, вот здесь все это начинает прокручиваться. Здесь же такая мелочь. Ну, качественно все. Очень качественно сделано. Зажим здесь стандартный. Здесь как бы рассматривать нечего. Одевается на ниппель. Ну и, соответственно, накачивается. Давайте посмотрим, как это все производится. Вот здесь есть внизу пять кнопок. Нажимаем на центральную и держим. Видим сразу автомобильчик. 2,50 в барах. Это будет накачиваться колесо. Если, допустим, сейчас вот нажать на эту кнопочку. Если я хочу установить другую единицу измерения, не бар, а другую, к примеру, вот есть здесь ТПА, потом есть килограмм на сантиметр кубический и ПСАЙ. Можно установить ту единицу, в которой вы будете накачивать. Я накачиваю в барах, и у меня, допустим, накачивание производится с параметром 2,2 бара. То есть, для того, чтобы изменить, вы, как видели, здесь указано 2,5, изменяем это вот с помощью плюса или минуса. Вот плюс, это увеличение, а минус, соответственно, уменьшение. Я уменьшаю до 2,2. Изменил это значение. Ну и, соответственно, нажав на кнопку включения насоса, я накачиваю шины. Как он работает? Сейчас вот включу, послушайте звук. Да, немножко гудит, но данный звук вы будете слушать только в момент накачки колес. А накачивая эти колеса, вы, я так думаю, не сильно часто. Поэтому можно потерпеть. Это все-таки не пылесос, который используется дома и постоянно раздражает, а вот такой вот насос. Если нужно накачать мячик или надувной матрас, ну, допустим, надувной матрас, вот этот, я вижу, штуцер, можно использовать пластмассовый. Вот этим, с помощью этого можно надувать мячик. Мячик вот сюда вот устанавливается, зажимается, держится очень крепко, хорошо, не прокручивается, ну и, соответственно, накачивается мячик. Следующая функция, собственно говоря, ради чего я и покупал данный прибор, а я именно старт-джамперы искал на Алиэкспресс. Хотел приобрести BESIUS, но BESIUS, к сожалению, не поставляют сейчас на Украину аккумуляторы, пауэрбанки, ну и подобные приборы. И я не жалею, что нашел именно этот прибор, так как он мне действительно понравился очень. Значит, функция старт-джампера. Сюда входит вот такое приспособление, значит, здесь электроника находится, ну и, соответственно, крокодилы. Крокодилы, как я говорил, сделаны очень качественно. Вот посмотрите на металл. Подношу ближе к камере и показываю. Здесь миллиметра три. Вот этот металл, это медь. Чистая медь, потому что я пытался найти качественное на Алиэкспрессе, нашел, но там меди где-то было полтора-два миллиметра. Здесь же, ну, вы видите, я вот показываю близко. Обалденно все сделано. Мало того, и верхние, и нижние вот эти вот челюсти, назовем их так, они связаны между собой вот этим проводом. Видно, да? И здесь, и здесь. Мало того, здесь очень толстый провод. Обычно, если вот так вот смотреть, что-нибудь из Китая получаешь, вроде бы провод толстый. Но внутри он может быть тоненький. Здесь же, на самом деле, провод достаточно толстый. Я покажу потом, какой он. Я уже раскручивал вот эту вот штуку, снимал, смотрел. И обратил внимание на то, что, как я уже говорил, здесь этот прибор сделан очень классно. Итак, значит, устанавливается вот эта часть вот сюда. Отодвигается резинка. Здесь есть вот такие контакты. И она устанавливается вот сюда. В инструкции написано, что сначала нужно подключить к аккумулятору вот эти вот крокодилы. А вот здесь, на обратной стороне, написано, что сначала устанавливается вот эта часть старт-джампер. Ну, скорее всего, это не имеет значения. Установили и установили. Сейчас мерцает зелено-красный светодиод. Ну, и, соответственно, мы понимаем, что подключения никакого к аккумулятору нет. Давайте я вот так вот покажу вам с помощью вот такого аккумулятора. Это, соответственно, не автомобильный. Но подключив, вы уже будете иметь понятие, как работает вот этот вот девайс. Значит, подключаю черный к черному, красный к красному. Не совсем удобно, но вы поняли. Вот сейчас я подключил клеммы. Загорелся зеленый светодиод. Вы слышали щелк реле. Щелчок реле. Ну, и после этого можно уже подходить, садиться в салон автомобиля, брать ключ и пробовать его заводить. В любом случае, в случае, если аккумулятор сел, данный старт-джампер вам поможет расшевелить автомобиль, и автомобиль заведется. После того, как вы завели автомобиль, соответственно, снимаете клеммы с аккумулятора. Ну, и все. На этом все закончилось. Такие операции можно производить данным старт-джампером порядка 20, а то и больше раз, как указано в инструкции. Ну, в общем, вещь годная. Особенно в зимнее время, когда достаточно часто можно посадить аккумулятор, оставив машину на улице, ну и долго, к примеру, ей не пользуясь. Что касается толщины провода, вот смотрите. То есть, это не тоненькая жилка, а реально толстый провод. Вот видно, да? И еще хотел бы обратить внимание на то, что здесь есть динамик. В случае, если он начнет пищать, нужно будет эту часть вытащить со старт-джампера и снова вставить ее назад. Таким вот образом, эта часть показывает, что произошла какая-то ошибка при подключении. Следующее, что умеет этот девайс, это заряжать смартфоны, планшеты или другие какие-то гаджеты. Заряжается при помощи кабеля, который устанавливается вот сюда в USB разъем. Ну и, соответственно, используется как пауэрбанк. Для зарядки этого устройства полностью нужно подключение провода вот сюда. Здесь, как я уже показывал, Type-C разъемчик подключается. Здесь объяснять не стоит, потому что каждый знает, как это делается. И последняя функция – это функция фонарика. Вот здесь расположен фонарик. Включается он, нажав, естественно, на главную кнопку. Включается девайс. И фонарик, вот сюда зажимается вот эта вот кнопочка. Вот включен фонарик. Фонарик работает в двух режимах. То есть, если вот так нажать на эту кнопочку еще раз, передается сигнал SOS. Еще раз зажимаем. Постоянное свечение. Ну и выключить. Зажимаем эту кнопку, и фонарик выключается. В принципе, вот таких вот четыре полезных функции имеет этот девайс. Ссылку на этот девайс я, как обычно, оставлю в описании к этому видеоролику. Возможно, кому-то понравится один из BASIUS. Также будет ссылка там в описании. Ну и, друзья, если вам помог и понравился этот видеоролик, оцените его. Кликайте на колокольчик. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok